4-5 часов в день молиться, для того, чтобы преодолевать плохую карму и становиться не несчастным, а мудрым. Есть два варианта пожилых людей. Одни несчастные, другие мудрые. Мудрые — это те, кто правильно живут, несчастные — те, кто неправильно. Всё. Возраст пришёл, больше уделяя время молитве для того, чтобы жизнь была счастливой, и не только твоя, а также всех других. Да? Что-то вы при грустили. Ну вот мы с вами как бы по всем планетам, слава Богу, прошли. И, честно говоря, мне очень тяжело читать, это много информации. Простите. Венера же ещё у нас. Луна, луна. Цветы, цветы. Значит, стресс по Венере. Венере — это женщинам более благоприятно переносить, мужчинам менее благоприятно. Поняли, что такое стресс по Сатурну? Это когда тяжело жить, тяжело. Олег Геннадьевич, а если просто тяжело жить, это почему стресс? По Сатурну. Поняли, да? Теперь дальше поехали. Стресс по Венере. Венера за что отвечает? За связь чувств с объектами чувств, чтобы счастье было. Вот, допустим, на острова приехал, а счастья нет. Стресс по Венере. На острова приехал, всё классно, те же острова. А счастья, блин, нет. Никак не получается вот так взять, чтобы классно стало. Ну, никак. Стресс по Венере. Стресс по Венере означает, что человек просто не может извлечь счастье из того, что он извлекал. Сейчас вам спою стресс по Венере. Я с детства полюбил халву с орехами и смаком, и, воздавая ей хвалу, вкушал её со смаком. Но, увы, 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 я утратил вкус халвы. Это стресс по Венере. Если у жены стресс по Венере, то надо сматываться. Потому что страшно находиться рядом. Она может придушить просто. Очень тяжело. Девушка обижается постоянно, плачет. То есть она постоянно недовольна всем. Всё раздражает. Вот такое состояние. Стресс по Венере. Всё раздражает. Хорошо, если она это осознаёт. Потому что чаще всего, когда у человека стресс по Венере, он считает, что он не раздражается, он нормальный. Это они все достали. Вот это вот уже тяжёлый случай. Когда у женщины стресс по Венере, если её все достали, это значит, что она не понимает, что происходит. Вот поднимите руку, кого все достали. Вот у вас стресс по Венере. Вы понимаете это? Ну, видите, здорово. Вам легче стало? Что делать, когда стресс по Венере? Надо молиться Богу. Счастья не будет, всё равно никаких вариантов. Стрессы по очереди бывают, нет? Иногда один и тот же у человека бывает всю жизнь. А нет, восьмой сразу? Тяжело жить. То есть причина гнев. А по Сатурну стрессовая реакция идёт. Потому что когда не гневаешься, сразу легче стало. Понимаете? То есть один стресс как бы идёт, остальные как бы подтягиваются. Вот так вот всё происходит. Стресс по Венере, что гормональные функции расстраиваются, красота пропадает, вес набирается лишний или худеем, не можем поправиться. Вот, что происходит? По-женски нарушения, происходит фригидность, секса никакого нет нормального. Это стресс по Венере. Всё, короче, фигово. Что делать? Просто дальше жить. Потому что ничего не сделаешь, пока не поймёшь, что надо к Богу стремиться, что эта жизнь не для секса не предназначена, не для островов, не для того, чтобы сладко кушать. Не для этого эта жизнь предназначена. Она предназначена для, чтобы почувствовать чистоту человеческого сердца, понимаете? Для того, чтобы вечные отношения со всеми стороны глубокие. Для этого жизнь человеческая предназначена. Для того, чтобы научиться любить всех, даже тех, которые не так болятся Богу, как я. Всё равно любить. Понимаете? Вот для этого человеческая жизнь предназначена. А не для того, чтобы злиться, ненавидеть и скучать постоянно. Она предназначена для глубоких вещей. И каждого человека захватит по-своему. Допустим, если женщина сладкая любит очень сильно и любит сладкую жизнь, тогда стресс по Венере будет. Вот что любишь, то и получишь. Какой у меня стресс будет? Вот что я люблю больше всего, то и будет стресс. Стресс какой будет? Что ты лечишься? Чего? Чего больше всего любишь. Для чего? Для того, чтобы возвыситься, стать лучше. Понятная система? По Венере у мужчин это суши-вёслы. Суши-вёслы. Вот женские планеты, когда у мужчин стресс, это суши-вёслы. Сейчас покажу. Я так с тобой сдал. Отстань от меня. Это стресс по Венере у мужчин. Жена уходит сразу, всё. Увидела такое сразу, до свидания. Она не может терпеть этого. Понятно, да? Поинтересовались, узнали теперь, как есть? Вот, как понять, что такое стресс по Венере? Как он выглядит? Как стресс по Венере выглядит? Рукитатель, если всё растражает, что стресс по Венере или нет? Не знаю, мне всё достали, всё уже. Это стресс по Венере, да? А? Нет, а стресс по Венере просто. А? Шизофрения туда входит? Шизофрения – это, сейчас я объясню, что такое психические заболевания. Что такое стресс? Стресс – это когда человек сошёл с разума. Понимаете, когда человек выбирает неправильную цель жизни, не ту цель жизни выбирает, тогда судьба его сводит с разума, то есть он теряет цель жизни. Понимаете, человек живёт, счастья нет. Нет, допустим, чувственное счастье, главное – это наслаждаться жизнью. Сладкое поесть, там, вот всё, мне такая красивая, хорошая, сладкая ем, всех люблю, всё, мне классно. Всё, цель жизни такая выбрана – наслаждаться обществом людей, цель жизни выбрана. Хорошо, значит, будет стресс по Венере. Не классно. Что происходит? Срыв установки. Я вроде вот так же живу, а не получается. Понимаете, это называется «сошёл с разума». То есть человека сбила с толку ситуация. Почему? Потому что жизнь не предназначена для того, чтобы всем наслаждаться. Она предназначена для того, чтобы себя как душу понять. Поэтому человека избивает с толку ситуация. И жизнь всегда, человек он туда лезет, назад. Понимаете, то есть сбивает. Это «сошёл с разума» называется. С разума сойти нормально. Это нормально. Потому что когда человек сбился с пути, он не знает, куда идти. это нормально. Но есть еще такое понятие «сошел с ума». Знаете, что такое ум? Это вся система, в которой мы находимся. Это все каналы психические, это тонкое тело ума. Там вся психика человека — это ум. Разум — это то, что над психикой находится, то, что помогает жить. Вот если человек с ума сошел, у него дух вошел в ум, начинает управлять всей системой дух, тогда человек потерял себя. Это страшно. Человек может сходить с разума, может жить в стрессе, но если ты чувствуешь, что теряешь себя, надо лечиться, надо спасаться. Понимаете? Если человек сам не может, пускай кто-то помогает. Человек, который сошел с ума, единственное место, где он может вылечиться, это монастырь, это святое место, это духовно чистая и сильная среда. Такого человека, психически больного, когда помещаешь, живешь рядом с ним в этой среде, он приходит в себя. Но это не быстро, это длительный процесс. Понятно, да? Сошел с ума — это очень опасно. Надо быть осторожным. Пустим, ребенок не учится в школе нормально, вы его заставляете. Смотрите, у него крыша потекла, значит, вы его убиваете в нем жизнь. Надо остановиться, сказать, не учись, нормально, отдохни, все нормально. Видите, он не может, значит, вы его, сейчас срыв произойдет, он может сойти с ума уже. Понимаете? Поэтому, когда человек в стрессе находится, ему нужна особая ситуация жизни. Допустим, женщины все раздражают, не надо находиться в тех же условиях. Скажите всем, я буду больше в одиночестве проводить время. Объясните своим родственникам их, и они вас поймут. Понимаете? И отдыхайте, отдыхайте, восстанавливайте свои силы умственные, потому что сходить с ума не надо. Но на самом деле сходит с ума тот, кто не достиг своих зрелости, потому что зрелый человек духовно, какие бы ситуации жизни не происходили, с ума он не сходит и даже с разума не сходит. Когда человек сдал все свои экзамены, смерть перед его лицом появляется, беда, нищета, бесславие. Что бы ни появилось перед его лицом, такой человек никогда не теряет равновесие. Но это очень высокий уровень, очень высокий уровень. Не надо думать даже, что мы к нему приблизились. У нас, когда додавливает судьба, нам приходится прилагать усилия, чтобы восстановить свое психическое состояние. И это нормально. Судьба надавила, надо больше молиться, больше духовной практикой заниматься. Это нормально. Здесь нет никаких проблем. Но человек, который достиг совершенства, он всегда одинаков. На него не надавишь. Он уже чувствует себя как душа. Он экзамены сдал. И поэтому никакие волнения и тревоги этого мира его не беспокоят. Голод его не беспокоит, сон его не беспокоит, нищета не беспокоит. Если его пытаются убить, это его не беспокоит. Почему? Потому что он знает, что его не убьешь. Он чувствует себя вечным. Вечным, понимаете? И чувствует бесконечное счастье внутри себя. Смотрите, по факту мы очень зависимы от ситуации, в которой живем. Смотрите. Внимательно слушайте меня. Сейчас самая главная часть нашей лекции будет. Вот смотрите. У меня много работы. У меня много дел. У меня много потребностей. Поэтому мне некогда заниматься самосовершенствованием. Почему это так все? А потому что ты очень нуждающийся. Ты не испытываешь много духовного счастья. Ты не испытываешь много радости внутри себя. И поэтому тебе надо радости извлекать. Из того, что тебя окружает. Вкусная пища. Хорошее жилье. Хорошая одежда. Хорошая машина. Хорошее положение в обществе. Я не могу без этого жить. Мне очень тяжело. Это означает, что не хватает духовной жизни. Теперь вопрос. А почему у тех людей, у которых достаток внутри, очень много духовной жизни, почему у них пропадает интерес к зарабатыванию денег, к тому, чтобы большая квартира была, к сильно вкусной пище пропадает интерес. Почему? Потому что им это не надо. Им и так хорошо. И так хорошо. Вы пытаетесь им понять, что им в тысячу раз лучше, чем вам со всем этим. Нам, или нет. Это я гордо сказал. Понимаете? То есть нам со всем этим. Святым людям гораздо проще жить, чем нам. У них больше времени на самосознание, меньше потребностей. И больше счастья в тысячу раз. Теперь возникает вопрос. Так что, мне всего этого не делать? Бросить работу? Не питаться нормально? Что, вот так жить? Нет. Мы скованы жизнью, потому что она нас сковывает. Попробуйте меньше зарабатывать, вы с ума сойдете. Попробуйте меньше жилье сделать себе, с ума сойдете. Так что делать? Объясняю. Человек должен все в свободное время. А если свободного времени нет, значит просто сокращайте работу. Меняйте работу. Свободное время – это главное, что в жизни есть у человека. Свободное время посвящайте духовному самосовершенствованию. Жизнь будет становиться все более сладкой и освобождать свои путы будет. Легче будет жить. Как освобождать? Может быть, вы повысите свое положение в обществе, меньше надо будет работать. А может быть, вам не надо будет просто работать много и все. Потому что потребностей меньше будут. У каждого это действует по-своему. У кого-то так, у кого-то так. Как у вас подействует? Не важно. Важно то, что вам будет лучше. Вот это важно. Понимаете? Некоторые люди думают, а лучше не будет, если меньше работаешь. А вот это тупость уже. Тупость. Тупость. Всегда, когда человек в душе сладкий вкус испытывает, ему хорошо в душе, он всегда живет лучше. Всегда живет лучше. Поэтому к этому человек должен стремиться всю свою жизнь. Именно к этому. Чтобы в душе наступило счастье, глубина, чистота, вечность. И в следующей жизни будет то же самое. Экзамен сдан, второй раз давать уже не надо. Стресс по Луне. Это отношения с близкими людьми. Луна означает семья. Обычно у женщины возникает периодический холод близкому человеку. Возникает неожиданно раз, в сердце пропало чувство близкому человеку. У кого пропало и женщина, чувство близкому человеку. Поднимите руку. Это нормально. Нормально значит, просто идет стресс по Луне. То есть, что делать, ничего не делать. Никуда не уходить, никуда ничего не менять. Просто придет время и потеплеет. Где-то осталось 3-4 месяца подождать. Все, это просто тепло. Сердце пошла любовь. Если бросила мужа и сердце холодное, то надо раскаиваться, пока не потеплеет. Это другое. Это уже не просто стресс по Луне. Это наказание. Это человек наказан. Хочу выйти замуж. Встречаюсь с парнями. Знакомлюсь. Нету семейного чувства. Значит, наказано. Надо раскаиваться. Спасибо.